Первое заседание призывной комиссии для новобранцев из Ленинского городского округа состоялось 5 октября. В осенний призыв к службе в армии планируется привлечь не менее 105 ребят. По опыту муниципалитету удается превысить эту цифру. Понятие «уклонист» сейчас становится неактуальным. От армии ожидаю стать мужчиной, созреть еще, стать самостоятельным. Новые знакомые, новые друзья. Опыт жизненный, так скажем, который, я надеюсь, конечно же, что он мне как-нибудь поможет. Те молодые люди из нашего муниципалитета, которые в этом году получили повестки, в назначенный день проходят комиссию. Ребята осматривают врачи, дают заключения. Примечательно, что за последние годы здоровье призывников заметно улучшилось. Здоровее стали, интереснее, ярче. Ну и как доктор могу сказать, что по моей профессии таких хронических, запущенных практически нет. Работают с ними поликлиника, узкие специалисты, и мы пожинаем их хорошие плоды, можно сказать. Ребята, призванные из нашего муниципалитета, службу проходят во всех видах и родах войск западного округа, в том числе и в президентском полку. В этом году такая честь выпала четверым молодым людям. Также продолжаем мы работу по набору граждан на военную службу, по контракту. Еще ведем набор граждан, от служивших в армии, от рядового до офицера, то есть офицера в том числе, в резервисты. Министерство обороны заключает с ними договор, то есть контракт на три года. Они сохраняют свое место, где они работают, то есть там получают заработную плату. Период нахождения на сборах и на занятиях им возмещает государство, то есть Министерство обороны денежного компенсации, то есть дополнительный заработок. По завершению медицинского обследования для ребят наступает ответственный момент. Представление членам призывной комиссии, которые принимают окончательное решение. В первый день осеннего набора в армию в ее составе находился глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов. Товарищ председатель призывной комиссии, призывник Андрей Аганин Александрович на комиссию прибыл. Призван годным военнослужащим без разрешения категории годности А. Молодые люди, которые сегодня получили повестки, служить Родине и отправятся 20 октября. Осенняя призывная кампания продлится до 31 декабря. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.